Всем привет! Сегодня солнечный день, потеплело, вообще аномальная высокая температура для Бостона и этой всей зоны вокруг Бостона, потому что обещают сегодня 15 градусов, я даже поверить не могу, честно говоря, даже боялся одеть легкую куртку, потому что не доверяю я этим прогнозам уже. В общем, сегодня мы едем на юг, городок под названием Providence, штат Rhode Island. Говорят, красивый и милый город тоже. Ну что ж, посмотрим. Он должен отличаться от Рокпорта, но тоже со своей атмосферой. Вот мы приехали на вокзал, а в этот раз это вокзал South Station, вчера был North Station, то есть вчера был северный вокзал, а сегодня южный вокзал. Сейчас покажу, этот побольше и получше. Вот так вот все это выглядит. Тут вот Dunkin' Donuts, сейчас возьмем кофточка. Ну что ж, вот мы и в Providence. Такие у нас красивые тут здания, монументальные. Очень похоже на смесь между Бостоном и каким-то более крупносовременным городом, типа, не знаю, даже Нью-Йорк или Вашингтон. Но при этом город маленький очень. Мы чисто в Даунтауне сейчас, наверное, находимся. Такая вот речка. Такой монументальный город, типа, похож немножко на Вашингтон. Мини-копия Вашингтона. Корейская война. Смотри, здесь имена, Алеша. Что себе? Вот так вот выглядит город. Хотели бы жить в таком городе? Напишите в комментариях. Тут вот такой вот рисунок красивый. Рисунок на мурал. Мурал, извините, пожалуйста. Вот это годнота. Это наша Тачила на сегодня ждет меня. Он какой-то John and Wales University. Такой вот университет. В таком он городке. Я не знаю, как-то многие хотели бы, наверное, тут учиться, но тут учиться еще скучнее, чем в Бостоне. И вообще ничего, ноль просто вещей происходит в городе. Просто ты живешь, считай, в университете и больше у тебя дел нечего. Если бы, блин, приезжать в США, то в Нью-Йорк. Или какой-то Лос-Анджелес, или Майами, или Сан-Франциско. Не, ну можно пойти вон на какое-то выступление, фантом оперы. Ну, погулять тут. В общем, берем мы свои слова обратно насчет смеси Бостона из современного города. Вышли из даунтауна, и просто такое ощущение, что... Ой, смотри, покажи вот это. Как Лена сказала, что тут эволюция... Немножко время остановилось. Да, время остановилось, и эволюция остановилась. Ну, за прикольные рисунки на снимке, на стенах. Просто какой-то мужик в майке на стене. Огромная распечатка, или что это? Рисунок, или фотография? Это что, современное искусство, или что это такое? В общем, ради видео Лена меня подговорила. Мы сейчас зайдем в доминиканское кафешко, откуда... Я же сказала, что ты сам не зайдет никогда в жизнь. Ну, оттуда только что вышло 5 чернокожих доминиканских бандитов, но ладно. Так она выглядит. Вот, кстати, эти люди, которые вышли. Сейчас мы выходим. Съемка идет. Эта женщина не поняла меня вот нас насчет исполнения вообще. Ну, слушайте, Лена, вот у нас это есть со свининой. Не знаю, зачем Лена взяла это мясо, но ей так захотелось. Потому что она почему-то больше похожа на курицу, а не е. Очень похожа на курицу. И вообще, мне кажется, мне казалось, что... Привет. Пришли вот в локальный парк, в местный парк. Вот мы пришли в парк. Лена сидит на камушке. Такой милый парк с японскими мостиками. Лена грустит. Первые подснежники появились. Мы нашли дерево из Игры Престолов. Перед вами вы видите здание парламента штата Родд-Айленд. Да, нехилое здание. И никчемный штат. Как и город. Зато здание красивое. Забабахали себе. В общем, расскажу про свое впечатление на фоне этого монументального здания, построенного на деньги налогоплательщиков. В общем, мне в Providence вообще не особо понравилось. Точнее, вообще не понравилось. Потому что, ну, это как уменьшенная и ухудшенная копия Бостона. Или как даже можно сказать район Бостона. Но при этом тут, блин, воняет везде травой, как в Барселоне. Даже еще сильнее. Потом куча каких-то иммигрантов. И людей, которые выглядят как преступники. Как-то, не знаю, депрессивное какое-то место. Даже не знаю, что люди сюда ездят. По сравнению со вчерашним Рокпортом, ну, это совершенно другое. Как бы, Рокпорт там хоть и, ну, малюсенький город вообще, как селищий. Но он какой-то с душинкой такой. И что-то в нем есть, как бы. Приехать, посмотреть на океан. Погулять, зайти там в местную локальную пиццерию. Тут, конечно, ну, как-то, ну, не так вообще. Ну, ничего, опыт теперь. Потому что я всегда думал, что вот надо переезжать куда-то в более дешевый, можно в маленький город. Там как-то уютнее. Но как-то вообще я уюта не споймал тут. В общем, вот мои впечатления. Если вы вот в Бостоне или где-то еще, лучше сюда не ездить. Лучше, блин, поедьте в Рокпорт и, блин, исследуйте большие города. Вот мои дома. Просто Леночка приготовила наггетсы из курицы. Офигеть, я в шоке. Я такого еще не видел. Но это круто, конечно. Всем привет. Вот и подошел день к концу. Очень устали. Ночь не спали. Сегодня опять путешествовали. В общем, вымотанные. Ну, уже купили домен. Немного проговорили общей идеей. И завтра, завтра, наконец-то, будет день в колледже. Вечером у меня электив по переговорам. А до этого я буду потренируюсь и буду работать над идеей, над маркет-анализом и маркет-ресуршем. Ну, то есть исследованием рынка. И в ближайшие дни запустим веб-сайт. Я вам покажу новый веб-сайт. До встречи.